Доброе утро, дорогие мои друзья, подписчики, гости канала. Едем по окружной, по окружной вокруг Риги дорога. Нам нужно выехать на Иллгарское шоссе. Вот так у нас зима в конце февраля. Снегу навалило. Но сегодня, правда, уже нулевая температура, и моросит то ли дождь, то ли снег, непонятно. Так, едем мы в Добелор. Кругом сосновые леса, ели, сосны, много вырубок. Но во многих местах высаживают саженцы, восстанавливают леса. Деревья как лынии. Так высаживают молодую поросль, восстанавливают посадки. А впереди уже ротационный круг. Мы по нему поедем налево. Прямо дорога на Юрмалу. А вправо дорога на Ригу. До Риги отсюда 15 километров. Здесь такие развязки со всех сторон. Мы сейчас спустимся. И нам нужно будет налево. С другой стороны железная дорога. Она налепая, по-моему, да, идет? Налепая. Рига лепая. Немножко простыла, поэтому голос у меня такой. Так что не обессудьте. Вот налево Рига. А нам сюда. Проедем под окружной дорогой. Справа, значит, на Юрмалу. А налево до самого Таллина доехать можно. До Таллина отсюда 343 километра. И до Сала спился 25. Ну а мы вперед. Дорога знакомая нам. Мимо Йолгавы. Мимо Яун-Олайны. И в Добелы. Вот мы проезжаем Яун-Олайны. В принципе, все здания слева и справа. Справа частный сектор. Слева виднее за храмом. Вот такой Яун-Олайны. Справа вдали склады. Склады для Максимы. И для других тоже? Или только Максимы? Только Максимы. Ясно. Овощи. Да, здесь холодный склад называется. Там овощи, фрукты. Все, что нужно при температуре определенной содержать. Вот. А направо на Олайне дорога. Но мы поедем прямо, да? Мы поедем прямо, потому что нам в Олайне не нужно. Направление на Ягалу. В Олайне мы были с вами. Были. И выезжая из Олайны, мы видели экспозицию, посвященную обороне Риги в Первой мировой войне. В Олайне там. Водолеке виднеется. И храм этот стоит в начале Олайны. Мы его тоже как-то снимали, показывали вам. Мы едем дальше. Вот Олайны видны дома, там школа как раз в этом месте. На дорогу серую лентой и увьется. Залито дождем. Смотровое стекло. Ветровое стекло. Как правильно? Смотровое или ветровое? В принципе, какая разница? Все-таки правильное, наверное, ветровое. Ветровое. Вот здесь такая развязочка и переход через дорогу наземный переход. Это уже Елгавский регион. Елгавс-Новац. Вот такие с пандусами. подъем на переход. Елгава-Шауляй. Шауляй это уже Литва. И здесь речушка Мейса. Вот она такая. Она петляет по очень большой территории Латвии. Так, едем дальше. И совсем рядышком дорога. Железная дорога. Вот там насыпь, рельсы видны. На правый поворот будет на Озов Ники. Вы помните, мы ехали через Озов Ники в Елгаву заезжали. Вообще, на грузовой машине по этой дороге ездить не рекомендуется. Поэтому мы поедем в Елгаву прямо вот такие. через 300 метров. мы едем вперед. Кругом и ели, сосны, вот такие хвойные леса. и хутора. Хутора по сторонам. Еще раз мы проезжаем, но уже другую Ецава речушку. Вот оно там видно. Здесь можно тоже возле Озов Ники заехать. Если повернуть направо. Наехали на полосу. машина умница предупреждает. Так, здесь тоже можно и на Елгаву выехать. Но мы поедем вокруг по окружной Елгавской дороге. Потому что мы едем на грузовике. вот так вот. Мост такой над дорогой. Развязка над железной дорогой. Здесь станция розово-неяки Елгавская станция. А мы поедем вперед. А, здесь разлигло сильнее лупы. Поэтому так поля все залиты водой. Да еще подмерзли. Что с левой стороны, что с правой. Вот так вот. Ледком покрыты. Ледок. Здесь мы будем лево проезжать. Вот так вот. Вот она такая. Течет туда вперед. И в Рижский залив будет в Ермале втекать. Будет Устье. Вот такая дорога у нас. Вот раньше к хуторам вот такие аллеи шли. Мне так нравилась дорога и высажены. В основном липы, но смотрю, тут березки. И вот там хуторок вот аллеи. Такой интересный сруб. А, здесь можно перекусить, отдохнуть. Вот. И еще раз у нас Вирсово. Вирсово. Вот такая речушка. Вот она, Елгава. Лось. Символ Елгавы. Очередное ротационное кольцо нам нужно быть направо. Да, дороги. Европа дает деньги на дороги только республиканского значения государственного. А городские вот эти дороги, видите, Елгава уже не в состоянии, наверное, отремонтировать. В каком состоянии? Ужасно. Вот колечко, и мы по колечку потом повернем направо. Вот наш поворот на Елгаву. Да, дороги, конечно, жуть. Здесь кладбище, часовенка. Так. кладбище. Это мы уже по Елгаве едем. По окраине. Платоны. Вот такая речушка. Платоны. Платон мне друг, но истинно дороже. налево на Шауляй и Элея. Это граница Латвии и Литвы. Элея. Там есть железнодорожная станция. А мы будем поворачивать направо. Вот какой флюгер на Тумбе. Елгава. здесь здесь в основном будет частный сектор. Мы едем по окраине, по окружной вокруг Елгавы. Прошлый раз мы проехались по центру. Как раз новогодние украшения снимали с Юрой. Так. Здесь предприятие ВАКС. Не знаю, что оно производит. Заправки. Будет ротационный круг. Внизу железная дорога. Много путей. Да, сортировочка здесь наверняка. Впереди виднеются два храма. еще один ротационный круг. Здесь парк. Замечательный парк. Памятник. Проехали. Туда было направо центр. Можно попасть. А мы, как я уже говорила, вокруг по окраине проедемся. Рабочая окраина. Рабочие хрущевки. когда-то люди этому жилье радовались. Такие старинные дома. И впереди опять какой-то парк. шкула. 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 По окраине рабочий городской, как и разопил, там бумер. Черный бумер. Вот такие они, рабочие окраины. Курши, строительные материалы. Это уже серия магазинов таких, в Риге их несколько, ну и во всех, наверное, городах. Ладненько, в принципе, всю окраину мы вам показали, еще долго ехать нам по окраине, но потом мы будем выезжать уже на Добельское шоссе. Так, вот еще один торговый центр, Элви. Так. Вот такие домики, такие застройки. Ну и здесь гаражи, с советских времен такие были гаражи. До сих пор функционируют. Это уже домики такие, то ли честные, различные дома. Эти дома еще с советских времен, частные. Такая окраина, елгавая. Домик прелестный. Фасад интересный. Да. А, как раз окрашен. Это не детский дом, а что-то заведение, но частное заведение. Для детей. Дома советской постройки. Дома строили, давали квартиры рабочим. Здесь же, кроме РАФа, еще какие были предприятия. Много чего. А вот сейчас мы будем выезжать на главную улицу. Елгавскую. И пойдет она дальше в Добеле. Вот это маленькая Максима. Мы здесь часто с Юрой бывали. Там слева русская баня. Добеле Тукумс. Направо центр. Мы вот по центру с вами проезжали. Ну все. Теперь нам только вперед. Додобили отсюда 28 километров. До Тукумса 54. Но нам туда не надо. Вперед, ребятки, поедем. Вот здесь ротационный круг. Направо будет Тукумс, дорога. А нам нужно налево, на Добеле. 23 километра. И мы проехали недавно речку Сверетте. Ох, термос у меня упал. Сейчас я его подниму. Вот такие озимые всходы, покрыты снегом. Хутора. Вот аиста ждет гнездо. Пустует пока. Хутора по отдельности стоят. Это мы проезжаем на Акутный. Была развилочка. Сюда на Добеле, а налево на Ауце, да? Вот туда мы давно не ездили. Там есть замечательные источники. Королевские родники. Но это только летом, наверное, надо ехать. Кругом озимые всходы и снегом припорошены. У меня тоже уже и чеснок зашел, и снег опять повалил. Морозцы. Вот оно, Накатное. Ауце, речка одноименно назвала честь места. Так. Это все еще Накатное. И вот такой столб на границе. И вот такой столб на границе. Здесь довольно-таки равнинная местность. Пикшес. 8 километров. И вот уже Добельский регион. Новац. Раньше переводилось это слово как графство. Вот сколько было графств, допустим, на территории Латвии, столько было имений. Графья. Поживались там, опочивали там. Вот. Накатное. Видите, обозначение с левой стороны. Накатное. Начало. Да, кругом частные дома, частный сектор. Ограничение 50 километров. Вот какой домик. Раньше была или школа, или управа, что-то такое. Да. Крем у нас, крем у нас, пикшес 9 километров. Крем у нас, крем у нас. Налево было ответвление. Ограничение. И еще. Алавы. Алавы. Вот такая речушка. Ручеек. Но имеет наименование. И это мы все едем по благословенной земле Дземгалы. Да. Речушка Берзе. Много всяких речушек протекает вдоль этой дороги. Вернее, пересекает эту дорогу. Вдали виднеются высится предприятие, по-моему, мукомольное. Значит, это уже Добилая. Добилая нам производит муку. Вверху скатывает. И с правой стороны кладбище. Такое. Вокруг. Добилая. Начало города. Вот. Граница обозначена. Столб. Меч. Меч. Дорога в центр. Ну что ж, немножко проедем. Посмотрим. Правда, это окраина. Но дубы. Тут шикарные дубы. Я всегда восхищаюсь. Вот поближе видно. Да. Мукомольное. Дзерновникс. Дзерновникс. Это мельница? Нет? Ну да. Мукомольное. Ай, какое гнездо. Ай, это не успело снять. Какие старые деревья. Старый парк. Мы с вами были в Добиле. Может, помните? Но тогда было так снежно. И мы посетили руины замка. Сейчас мы пересечем железную дорогу. С левой стороны останется торговый центр. В нем продуктовый Рим. И он вдали уже виднеется храм. Об этом городе я вам рассказывала в прошлом ролике. А здесь мы будем поворачивать. Да, Юра? Помню, помню. Дальше я пешком ходила. Но сегодня я уже не буду выходить. Потому что по улице не хочется мне сегодня гулять. Там никак не снять храм виднеется. Мы сейчас будем к Максиме подъезжать. А храм я попробую отсюда снять. Вот он. Виднеется. Замечательный храм. Ну, все, ребятки. Мы доехали. Вот мы и выезжаем из Добелы. Впереди здание. Даже не знаю, что-то государственное. Да, дома. Скорее всего, дома. Старая улица. Старые дома. Недры. Красивые. 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 Ага. Не пристегнуты. Поэтому сигнал машины подает. Здесь вот парк такой. Памятник. Памятник воинам. И досочки с фамилиями перечислены. Ну, все, ребята. Спасибо за поездку. Хоть и пасмурный день был. Вернее, он продолжается. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Не болейте. Берегите себя. А мы до следующей встречи прощаемся. До свидания.